всем привет сегодня 18 февраля и мы начинаем 12 выпуск айти юс сегодня в выпуске смартфон раскладушка блокировка google во франции убийца android смартфонов а точнее большое обновление windows 11 наночип для майнинга а также огненная смерть starlink хавай открыла предзаказы на международные версии смартфонов p50 pocket с гибким дисплеем в стиле motorola razer и samsung galaxy the flip 3 как и за флип 3 новый смартфон хавай получил дополнительный внешний дисплей однако у хавай он круглый хавай p50 pocket может похвастаться процессором qualcomm snapdragon 888 серии внутренним складным экраном с диагональю 6 и 9 дюйма с кадровой частотой 120 герц и разрешением экрана 2790 на 1188 пиксель поддержка быстрой проводной зарядки мощностью 40 ватт также имеется а вот с беспроводной зарядкой p50 не дружит работает смартфон под управлением harmony as 2.0 само собой без сервисов google хавай всегда придумывает что-то интересное в области камер и на этот раз мы не остались без сюрприза главной фишкой камеры смартфона является сенсор ультра спектрум разрешением 32 мегапикселя который должен улучшать светопередачу при съемке на основной модуль а также создавать необычные ультрафиолетовые эффекты темноте или клубном освещении как я говорил ранее смартфон имеет дополнительный внешний дисплей размером в один дюйм который сразу же бросается вам глаза его можно использовать как для отображения дополнительной информации например с приложения хавай здоровья так и в качестве зеркала при съемке сэлфи на внешнюю камеру из-за санкций к сожалению в линейке отсутствует поддержка 5g на момент подготовки материала точной информации о цене не было стоимость смартфона составляла от 130 до 150 тысяч рублей microsoft выпустила большое обновление windows 11 с долгожданной поддержкой приложений android также доступна обновленная панель задач новый медиаплеер и блокнот компания microsoft официально представила большие обновления для операционной системы windows 11 с новыми функциями главным нововведением стала долгожданная поддержка приложения android которое можно установить через amazon appstore новшество сейчас находится на стадии публичной версии превью с ней доступ к приложению android получают простые пользователи они только участники программы тестирования windows inside по сравнению с магазином google play приложений доступно меньше но это ненадолго еще одним крупным изменением стала обновленная панель задач время и дата становятся доступны для нескольких мониторов виджет погоды также возвращается на панель задач кроме того microsoft переработала приложение медиаплеер и notepad для windows 11 блокнот теперь включает многоэтапную отмену улучшенный интерфейс поиска и поддержку нового режима новое приложение медиаплеер предназначена для замены собой крым music и windows медиаплеер и включает поддержку как аудио так и видео блокировка google во франции франция забанила google аналитик французская национальная полиция по информатике рассмотрела поступившие жалобы на американский сервис google аналитик изучение трафика показала что google аналитик собирает персональные данные граждан франции и отправляет их на американские сервера вопреки нарушения европейских законов 10 февраля 22 года комиссия запретила использовать эту систему в об аналит официальное решение обязательно для исполнения операторами всех веб-сайтов франции на выполнение требований есть месяц франция стала третьей страной евросоюза после австрии и нидерландов принявшие такое решение все идет к тому что google аналитик будет запрещен на всей территории евросоюза на на чип для майнинга 11 февраля 22 года компания intel представила свой первый высокопроизводительный чип с низким энергопотреблением для майнинга криптовалют глава графического подразделения intel рассказал что компания собирается выйти на рынок блокчейна в чем же главная особенность чипа компания уточнила что у нового чипа intel производительность в тысячу раз выше чем у обычных графических процессоров для майнинга на основе алгоритма ша-256 сам чип реализован на крошечном кусочке кремния разработка компании получила название банан за майн события является большим прорывом в мире криптовалюты огненная смерть starlink компания spacex отправила 3 февраля на орбиту земли партию из 49 спутников starlink но большинство из них никогда не примут и не отправят данные из-за геомагнитной бури аппараты уже начали гореть в атмосфере земли процесс гибели объектов засняла камера некоммерческой организации как сообщалось накануне солнечная вспышка привела геомагнитной буре значительно увеличивший плотность земной атмосферы в результате чего до 40 из 49 спутников из новой партии сошли с орбиты часть из них уже начала падать сгорая в атмосфере на трехминутном видео отчетливо различимы объекты сгорающие с разницей в минуту даже природа против спутникового интернета от илона маска а зря вот и выпуск подошел концу всем спасибо проявляйте активность ставьте лайки а также пишите в комментариях свои мысли самых активных ожидает приятный сюрприз пока друзья если вам нужно восстановить удаленные данные просмотреть или восстановить очищенную историю интернет-браузера то в этом вам помогут программы компании hetman software перейдите на сайт по ссылке из описания бесплатно скачайте и установите нужную программу запустите анализ диска утилиты отобразят доступные для восстановления данные и вы сможете просмотреть и вернуть их на нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса начиная от установки системы и ее настройки и исправления возникающих проблем и ошибок и заканчивая оптимизацией работы мобильных устройств наши специалисты с радостью ответят на ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям